Датция семейстов в последний раз пытается донести, что у них еще есть шанс добровольно собрать свои вещи и освободить трехкомнатную квартиру. Мужчина признается о том, что они могут остаться без жилья, он давно знал. И пытался вразумить своих дочерей взяться за ум и начать оплачивать коммуналку. Но они игнорировали его просьбы и продолжали копить долг. На сегодняшний день он уже перевалил за 400 тысяч рублей. А где они жить-то сейчас? За них не бестапать. Им не жить. Ну, у них друзей полно нет, в городе, в чужих. А старший почему так себя ведет, агрессивно? Я не сам боюсь, как она за нас хватило, что я бы не сужил. Если глава семейства и младшая его дочь к решению суда относятся спокойно, то старшая, напротив, пытается отстоять свою квартиру любым способом. Сейчас девушка грозится наложить на себя руки. Она отказывается подписывать требования и жилье покидать не собирается. Успокойся. Герой, что ли, напилась и все, что ли? Пусть не снимай от меня, я тебе еще раз говорю. А вот соседи этой неблагополучной семьи ждут их выселения с нетерпением. Они добивались этого несколько лет. Когда девчонки подросли, тут уже стало невыносимо. Потому что уголовники, драки, пьянки, поножорщина. Постоянно сюда к нам полиция приезжала, потому что кого-нибудь зарежут, то что еще сделают, мебель с окна выкидывали постоянно, соседей постоянно топили. В общем, невозможно было жить. В ходе выселения сотрудники управляющей компании выявили очередной факт хищения электроэнергии. Из-за долгов эта квартира давно отключена от света и воды. Но злостные неплательщики нашли выход из этой ситуации. Жилищники говорят, что это происходит не в первый раз. Сегодня жильцам этой квартиры дали последний срок, чтобы они освободили ее добровольно. В противном случае для исполнения решения суда придется применять силу, говорят специалисты. По словам сотрудников ЕРЦ, подобная практика продолжится. На сегодняшний день уже более 100 квартир имеют такую ситуацию в городе. Я думаю, что если граждане, еще раз повторюсь, не одумаются, процедура судебного производства у нас уже с февраля месяца заработает. В общем же, нижнекамцы на сегодняшний день задолжали за услуги ЖКХ уже более 327 миллионов рублей. Вера Муратова, Максим Галимзянов, Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».